Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсуждаем одну из самых известных машин в этой игре. Это КВ-2. Кто же не знает этот скворечник-фугасницу на корпусе от кваса? Да все его знают. Чем он хорош, чем он плох, посмотрим непосредственно в бою. Обсудим только следующее. Броня. Нет брони. Ребят, брони нет. Это не тяж. Это больше средний танк, который бьют практически везде, куда попадают. Особенно вот этот вот скворечник. Даже от башни у вас поиграть не получится. Самое бронированное место это вот это вот хреновина, по-другому ее не назовешь, вокруг пушки. Все остальное прошивается здесь, здесь, здесь сверху, вот тут, вот здесь. Короче, везде прошивается. Но чем же он любим? Почему его любят? Почему его хотят? Почему его оставляют у себя в ангаре? А все потому, что у него есть просто офигенное альтернативное оружие. Для меня оно является самым классным. М-10. Чем оно хорошо? Оно хорошо тем, что заносит по 640 единиц урона бронебойными с пробитием в 110. Да, для 6 уровня пробитие 110 тогда, когда у КВ-1 120, если я не ошибаюсь, пробитие. Сейчас ради интереса даже гляну правильно, я помню. Да, 120, пожалуйста. То, в принципе, пробитие как бы и ни о чем. Но, ребят, урон 640. И, в принципе, исходя из того, что вы можете за один шот вынести кого-нибудь ваншотом без подрыва даже боеукладки, это довольно прикольно. Я говорю о том, когда вы можете на этом орудии перекинуться на осколочно-фугасное с пробитием 76 единиц и 960 единиц урона закинуть в какого-нибудь легкого танчика, либо в какую-нибудь ПТшечку без брони. Ребят, согласитесь, ваншотом кого-то вынести это крайне приятно. И что самое интересное, что 640 единиц урона, они позволяют вам добирать танчики. Тоже практически без проблем. То есть какой-нибудь наполовину шотный противник. Ну, допустим, у того же КВ-2 у самого по себе 1000 единиц ХП-шки, с учетом того, что я себе поставил улучшение ХП, там чуть-чуть немножко добавляет. Так вот, представьте себе 1000 единиц ХП, а у вас альфа в 640. То есть, в принципе, если кто-то ему дал 1 или 2 шотика каких-то, да, там незрачных по 160 единиц, по 200, то в целом у вас есть все шансы его просто отправить в ангар одним своим выстрелом. Есть, безусловно, огромнейшая ложка дегтя. Это 7,2 единиц времени сведения. На дальних расстояниях пушкой отыгрывать практически невозможно. Что же касается разброса на 100 метров, тоже заоблачная цифра. Соответственно, изначально разработчики позаботились о том, чтобы вы своей мега шотной пушечкой не бабашили на дальних расстояниях. То есть, у вас не было возможности нормально прятаться, потому что по-другому у вас не будет возможности нормально отстреливать. Ну, вот как-то приблизительно так. То есть, вас на этой картонной машине заставляют ехать в клинч кому-нибудь на короткие дистанции. Углы склонения вниз минус 7 тоже довольно унылые, ровно как и подъем на плюс 12. Короче говоря, пушечка довольно спорная. И урон в минуту 1876 единиц. Я бы не сказал, что эта цифра очень большая, особенно с учетом того, сколько всего у нас позабирали. Есть еще пушечка проходная, которая ведет вас к КВ-3. Здесь немножечко все повеселее. С временем сведения, с разбросом на 100 метров, с уроном в минуту существенно приятней. Время перезарядки сокращается, ну, чуть ли там не в 2 раза, да даже больше, чем в 2 раза оно сокращается и составляет уже всего лишь 8 секунд. Бронепробитие при этом гораздо выше, а вот альфа, но существенно меньше. Но все-то этот танк любят именно за вот эту пушку. И на ней мы сейчас заедем. Мы заедем сейчас с вами в замес и посмотрим, чего эта пушка может. А следующий замес отыграем на другой пушечке, которая является топовой, но проходной. Погнали в бой и посмотрим, чего могет сегодня КВ-2 в современном рандоме. Пока мы закатываемся, хочу попросить каждого из вас, вот здесь вот, если вы не подписаны на канал, нажмите на желтый шильдик, точнее наведите на него мышью и нажмите на кнопочку подписаться. Для вас это секунда вашей жизни. Для меня это огромный глоток кислорода для моего канала, который я пытаюсь развивать и хочу делать качественный контент именно для вас. Спасибо вам большое за благовременно. Итак, ребят, 20 секунд перезарядки пошли. Посмотрим, куда мы успеем на нем доехать. Подвижность у данного танчика, как для ТТ, в принципе нормальная. Он не летит с места, он не срывается. Я бы сказал, что подвижность абсолютно заурядная. Она все-таки стремится больше, вы знаете, если взять 100% подвижности, которая может быть у ТТ, я бы сказал, что он едет процентов на 60. Вот, хотелось бы, конечно, больше. Вот время сведения, смотрите, оно реально вечность. Просто вечность. Вот ты сводишься, 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 сводишься и, наконец-то, свелся. Стоит тебе куда-нибудь чуть-чуть отъехать и ты опять сводишься, сводишься. Ну, короче говоря, со сведением беда и я об этом говорил еще в ангаре. А вот что касается того, чтобы отстреливать и точности, давайте попробуем сделать вот так. Залетело. Залетело на 637 и кроме Вильбе сейчас, но я бы сказал, немножко раздосадован. Насколько сейчас будет классно отстрелить еще раз, посмотрим, если успеем перезарядиться. Ну и заодно заценим, в принципе, точность пушки. Но обратите внимание, что все-таки сведение, оно настолько унылое, настолько грустное, что прям совсем. А точность, я бы сказал, довольно неплохая. Да, сейчас, наверное, немножечко даже подвезло, чем это факт про эту пушку. Потому что, как правило, с этой пушки долбать на дальнем расстоянии, ну, я бы сказал, больше сложно, чем приятно. Но в целом, когда ты вот так вот за два шота кого-то убираешь в ангар, в целом, когда твоя команда поддерживает тебя, продавливает какие-то направления и дает тебе возможность к перезарядке, ты чувствуешь себя какой-то такой вот машиной смерти, которая закатывается и просто убирает всех на своем пути в ангар с одного шота. Но это крайне приятно. Просто настолько приятно, что даже, я бы сказал, неописуемо. Сейчас попытаемся пробить вот этого товарища. Я не знаю, что нам это даст, конечно, попытка, но попробуем. Нет, не пробили, хотя даже включили бронебойный. Подъедем чутка поближе. Честно говоря, из-за этих кусов абсолютно не видно серых зон. Ну, а пока мы перезаряжаемся, доехать, я думаю, мы успеем. Скворечник торчит из-за любого холма, ну, просто-таки до ужаса, до безобразия. Но это и есть та ложечка дегтя, которую мы обсуждали изначально, когда смотрели на эту машину в ангаре. Мы явно никого из них добрать не успеем, потому что время перезарядки в вечность, как и время сведения. Но сейчас посмотрим на результат нашего боя, посмотрим, что мы смогли за свои шоты получить в виде количества общего ДПМа, который сделали... Ну, наверное, не ДПМа, да, правильно, общего набитого урона за бой. 1554 единицы урона, и это при том, что мы в нашей команде заняли второе место по урону. Я бы сказал, что с довольно неплохим отрывом, но и с довольно неплохим отставанием от первого. Короче говоря, честное заслуженное второе место. Теперь давайте ради честности и справедливости поменяем с вами очень быстро орудие. Поставим себе вот это топовое проходное, накинем в него немножечко голды, чисто вот так вот, абы как-нибудь на глаз. И заценим, ну, что с вот этим тонким дрынчиком можно сделать. Да, безусловно, тот бревномет, который стоял до этого, он как-то смотрится по урону гораздо повеселее. Зато тут повеселее перезарядка. Ну вот сейчас мы и посмотрим, что побеждает. Побеждает количество наносимого урона за шот с долгой перезарядкой, или побеждает все-таки более быстрая перезарядка, существенно более быстрая перезарядка. Согласитесь, 8 секунд посванились с тем, что было только что. Это вообще, в принципе, не время перезарядки. Так вот, победит ли эта пушечка, и насколько она более комфортная, насколько она более устрашающая для противников. Я так смотрю, что никто решил меня не поддерживать на линии ТТ, а мне самому, честно говоря, с моим картонным корпусом и картонной абсолютно башней, но делать на линии ТТ самостоятельно просто-таки нечего. Я, наверное, даже свеляю вот так вот, попасу немножко задних. Все-таки, в конце концов, я нахожусь не в топе, я нахожусь в начале списка с конца. Ну, а значит, попытаемся поотыгрывать где-нибудь на чутка более дальнем расстоянии. Вот смотрите, кромвель Б. Такого же кромвеля Б, а может даже и этого же игрока, мы разбирали в прошлом бою. Но вот согласитесь, нанести ему сейчас на 300 единиц, это не совсем то же самое, что нанести ему тогда на 900, да, или сколько мы тогда ему закинули. Короче говоря... Или 600, сколько... Ну, короче говоря, говорю к тому, что... Но не совсем. Хотя, с другой стороны, мы сейчас успеваем перезарядиться, и это уже приятно. Да, не мы его добрали, я немножко косанул, но сейчас, конечно, если бы я был на том орудии, на котором играли предыдущий бой, я бы не сделал по нему нескольких шотов, я бы сделал один, но и дальше просто бы молился, чтобы он не успел меня вынести в ангар раньше, чем я перезаряжусь. Ну, уж тем более молился бы, чтобы сейчас к нему никто не приехал. Короче говоря, сложно определиться, и, наверное, нет единоправильного ответа, какое все-таки орудие является лучшим для этого танка. Именно лучшим, не более приемлемым, не более фановым, потому что фановое орудие у каждого свое. И у меня это все-таки, ну, вот тот вот бревномет, которым мы играли в предыдущей катке. Что же касается вашего мнения, мне обязательно хотелось бы увидеть его в комментариях к этому видео, и я больше чем уверен, что люди, которые будут смотреть это видео, с удовольствием почитают альтернативное мнение по поводу того, какая пушечка на данной технике более приятное в игре и больше наносит радости. Я считаю, что ничто так не ценится, как удовольствие от игры, не ценится ни наносимый урон, ни количество проигрышей и побед. Ценится то, насколько вы смогли кайфануть, зайдя в игру. Если вы смогли кайфануть, если вы ушли из боя с улыбкой, ну, значит, вы получили то, что вы хотели. Если же нет, ну, значит, тогда уже и не имеет значения, какая пушка стояла на данном танке. Как-то вот так вот нам повезло даже добрать одного противника. Сейчас посмотрим на результат боя. Ну, а мнение по поводу пушек меня интересует в виде комментариев под видео, а также мнение вы можете сформировать самостоятельно, когда будете играть этот танк. 2000 единиц урона, один, ну, добранный, но все-таки фраг. И давайте посмотрим на нашу результативность в пределах команды. Мы заняли второе место по урону с уже с меньшим отставанием, но все равно второе место и не смогли выйти на первое. Ребятки, я считаю, что КВ-2 это мастхэв в ангаре каждого танкиста, хотя бы просто в виде дань и уважения данной машине, которая существует, как я уже сказал, с момента создания игры. Спасибо вам большое за просмотр. Я не думаю, что данный танчик будет для вас какой-то существенной преградой для того, чтобы пройти дальше и идти в сторону ИСа-4. Поэтому, ребят, как минимум, КВ-2 должен быть в вашем ангаре, даже если вы не откроете себе ни одного из ИСов. Спасибо большое за просмотр. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь по желтому шильдику в правом нижнем углу. Буду вам, ну, просто-таки безумно благодарен. Всех благ, всего хорошего, мира вам и спокойствия. Субтитры подогнал «Симон»